МИГРАНТЫ, БЕСПОРЯДКИ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОИЗВОЛ, СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦИЯ В ОТВЕРЖЕННЫХ ЛАДЖАЛИ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, 20-25 НУРИА ЗИГАНШИНА В российский прокат вышла драма французского режиссера Ладжали «Отверженные», прямолинейная история жизни неблагополучного пригорода Парижа Монфермией, в котором идет негласная война между мигрантами и стражами порядка. Критики подчеркивают, что эта лента является отзвуком парижских беспорядков 2005 года. В 2019 году «Отверженные» участвовали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где получили приз жюри. Теперь первый полнометражный игровой фильм «Ли» вместе с несколькими другими картинами, включая российскую «Дэлгду», претендует на Оскар. Когда-то роман Виктора Гюга «Отверженный» поражал современников бунтарским пафосом и гуманизмом. Гюга создал энциклопедию Франции 19 века, честно рассказав, помимо прочего, о нищете и бесправии низших классов и детской беспризорности. По всей видимости, с тех пор мало что изменилось. В бедном пригороде Парижа Монфермией, прославленном как раз благодаря труду Гюга, по-прежнему происходит бесчинство. Бедняки бунтуют, а полицейские силовыми методами пресекают всевозможные столкновения между отверженными и благополучными. Появилась и принципиально новая трудность – конфликты между мигрантами. Латшли выбирает день из жизни проблемного столичного пригорода и рассматривает его в разных перспективах. Первое и самое масштабное касается всеобщего ликования, связанного с победой французской сборной на прошлогоднем чемпионате мира по футболу. Общенациональное, если не привязываться к этнографической многогранности того же Парижа, веселее вскоре закономерно перерастает в беспорядки и хаос, в разгар которого мальчик с пророческим именем Иса, как потом объяснят создатели фильма, это вариант имени Иисус, случайное совпадение, крадет из цыганского цирка львенка. Циркачи отправляются выяснять отношения с главой местной темнокожей группировки Мэра, Стив Теншо, но тот – ни сном ни духом. По Монфермею в это время разъезжают сотрудники дневного дозора, Крис, Алексис Манинти, со смешным прозвищем Розовая Свинка, его темнокожий напарник Гвода, Джибрил Зонга, и новобранец Стефан, Дамиэн Беннар, только что переведенный, кажется, из Нормандии. Отверженный, полнометражный вариант короткометражки ли, снятой им пару лет назад. Свой первый игровой полный метр режиссер, предварительно приукрасив штампами из полицейских лент, свел к высказанной когда-то дюгамысли о том, что плохих людей не существует, есть только плохие воспитатели, и еще к ряду конфигураций идеи о зле, порождающем зло. Без промедления реагируя на повестку и фиксируя происходящее сегодня во Франции, Ле предпочитает говорить на языке дарденновских фильмов, розета, молодой Ахмед, приправленном современными уловками, например, кадрами с дрона. Отверженные, не экранизация и даже невольная интерпретация Гюго, а рассказ о том, что полтора века спустя в Париже, в сущности, ничего не изменилось. Только вот или отверженные, не только обитатели гетто в Монферме и иммигранты, но и сами полицейские. У каждого из трех патрульных есть семьи, и режиссер, размышляя о бестоках неиссякаемого человеческого гнева, не избирает для себя принципиальной позиции и не встает на чью-либо сторону. Он с любопытством и как будто со стороны наблюдает за гостонаселенным персонажами фильмом, в котором профессиональных актеров, очевидно, меньше, чем людей с улицы. При этом для Леотверженные, политическое высказывание, акция, которую он готовил не один год. Кажется, только ленивый не написал о том, что это лента, от звук парижских беспорядков 2005 года, произошедших в результате гибели двух подростков. Поэтому отверженный, чрезвычайно важный для Франции и французского кинематографа фильм. Интересный факт, как сообщается, Эммануэль Макронь приглашал Ладжали в свою резиденцию, чтобы вместе посмотреть картину, но своенравно или предложил президенту приехать в Монферме и устроить просмотр там. Субтитры создавал DimaTorzok